Девчонки, всем привет! Как вы поняли с названием видео, сегодня будет продолжение моей темы, которая была связана с интернет-магазином Паула Конта, именно о том, что я совершила заказ и оплатила его, но, к сожалению, мне не пришел товар, который я заказывала, пришло совершенно другой. Ссылочку этого видео, конечно, я оставлю в инфобоксе, для того, чтобы кто не смотрел его, посмотрели, ознакомились и сделали для себя выводы. Девочки, слабонервно, прожжу не смотреть, потому что я вот сейчас только что умылась, налила себе кружку кофе в такую позитивную оранжевую, большущую, огромную кружку кофе, для того, чтобы просто проснуться, потому что, ну, что-то я совсем не высыпаюсь, и на улице у нас какая-то такая, знаете, погода весенняя, но при всем при этом она какая-то тусклая. Вот, девочки, и еще, почему говорю слабонервно не смотреть, потому что я совершенно без макияжа, и у меня на нервной почве от этого интернет-магазина повылазили прыщечки, у меня пересыхает кожа, у меня кожа вообще вся бастует, у меня появились опять мои темные круги под глазами, какой-то, знаете, просто кошмар, что сейчас со мной происходит, не знаю, может быть, это витаминоз, может быть, все в кучу, но, в общем, девочки, замазывать их уже я ничем не могу, потому что это больно, потому что мне неприятно, кожа сохнет, и к тому же у меня пудра моя, которую я никак не могу себе выбрать какую-то другую, потому что это та пудра, которая от Литвуалина, мне абсолютно не устраивает. Как умывалась у меня вот такая вот гулька, делаю всегда гульку, когда умываюсь, для того, чтобы волосы не лезли. Ну так вот, девочки, приступим к основной моей теме. Всем приятного доброго утра, называется. Начнем с того, что после того, как я написала претензию, уже давно прошло 10 дней, и в течение этих 10 дней, по-моему, по прошествии 5 дней, я им как-то позвонила в интернет-магазин Паула Конту уточнить, что же все-таки порешали, может быть, уже что-то решили, отреагировать как-то на мою претензию, извиняться и вернуть деньги, либо еще там как-то они порешают. Когда я им позвонила, взяла трубку менеджера их интернет-магазина, не помню, как ее зовут, эта девушка, и она достаточно повышенным голосом мне сказала, во-первых, вы написали в претензии, чтобы мы рассмотрели, что вы будете ждать в течение 10 дней, вот давайте сидите эти 10 дней, ждите, и мы вам сейчас ни с кем связывать вас не будем, ни с руководством, ни с кем сидите, вот и ждите. И сказала она это достаточно в грубой форме. И вот, и меня это, конечно, очень сильно ошарашило, в очередной раз, после претензий, опять говорю, ребята, ну хорошо, ладно, девушка, я подожду эти 10 дней. Проходит 10 дней, наступает 13 марта, оно выпадает у нас на выходной день, на воскресенье. Мне никто в течение этих 10 дней не написал о том, что моя претензия получена, то, что они ее рассматривают, то, что подождите. И 13 числа, естественно, со мной никто не связался, я думаю, ну все, 14 с утра, наверное, скорее всего, позвонят. Нет, девочки, наступило утро 14 марта, никто мне не позвонил, никто мне ничего не сказал, ну, никак не отреагировали, в общем, они. Но я опять начинаю им звонить, они не берут трубку, подождите, они не берут трубку, я им звоню-звоню, по-моему, на звонок уже пятый, я не выдержала, открыла ноутбук, зашла на их сайт, вижу, вылезло окошечко у них, там, кто зайдет на посылки на их интернет-магазин по Алл-Конто, вы поймете, о чем я говорю, живой консультант, выскакивает окошечко, я там начинаю набирать ей сообщение о том, что, девушка, почему вы не берете трубку, я вот вам названиваю, почему трубка не снимается, на что мне консультант говорит, а вы кто вообще? Я ей говорю, я вот такая-такая-то, пожалуйста, почему не берете трубку? Буквально еще три гудка, трубка поднимается, и мне говорят, да, алло, я говорю, здравствуйте, я такая-такая-то, по такому-то вопросу, что вы решали, она говорит, сейчас я вас переведу на вашего менеджера, который с вами работает, она переводит на него, этот менеджер не берет трубку, девушка мне отвечает о том, что сейчас менеджер занятый, в течение пяти минут это вам делает, ваш менеджер вам перезвонит, я говорю, ну хорошо, я подожду, проходит пять минут, десять, пятнадцать, мне никто не перезванивает, естественно, я набираю опять их и спрашиваю, начинаем звонить опять, сразу второго или третьего, они только поднимают трубку, я говорю, здравствуйте, обещали перезвонить, не перезвонили, она говорит, ой, я вас сейчас с ней соединю, соединяет меня таки с моим менеджером, который со мной работала, и я ей задаю вопрос, что порешалось, что мне ответят, на что мне сказали, знаете, с вашей претензией, вот сейчас, ее как раз читают, как раз ее рассматривают, так что ждите в течение дня, когда вам позвонят, и знаете, вот с таким вот ответом, как типа, ну отвали, сиди и жди там, вот, сядь и сиди и жди, когда наше величество тебе соизволит позвонить, знаете, вот, ну сейчас я скажу для мам, у кого есть ребятешки, они меня поймут, у кого маленькие детки, они меня особенно поймут, когда у вас маленький ребенок, и сидеть, вот, ждать возле телефона, либо на детской площадке, когда вы будете, знаете, решать какие-то такие вопросы, это, ну, не очень хорошо и не очень красиво, собственно говоря, и я говорю, ну как так, в течение дня я буду сидеть, ждать звонка, то есть я весь день должна сесть и позабыть свои дела, сидеть вот прямо вот на чеку, я говорю, девушка, так не пойдет, говорю, давайте как-то, я говорю, я через час перезвоню, потому что, либо давайте это какое-то время сделайте, в течение двух часов, в течение часа, потому что, ну, как бы так тоже дело не пойдет, она мне начинает говорить о том, что вот сидите, ждите, я говорю, так, прошло уже, идет одиннадцатый день от дня написания моей претензии, мне еще вот так вот отвечают, то есть мне уже должны были сказать, что и как по этому вопросу, она говорит, все, ждите, в течение часа с вами свяжутся, я говорю, окей, через час, через час мне, естественно, никто не перезванивает, я их опять набираю, говорю, опять обманываете? Нет, вот сейчас, вот она как раз сейчас, наш администратор читает, подождите, вот она там вам перезвонит, окей, хорошо, обманываете? Нет, говорю, сколько еще вот это будет продолжаться? Нет, потом оказывается, потом по прошествии, как я положила трубку, через минут сорок, наверное, со мной связывается администратор, знаете, я прям была радостна, не знаю, мне радость была, как у ребенка на Новый год, и говорю, вот, наконец-то со мной связалась руководством, сейчас мы все вопросы прямо решим, я беру трубку со мной, говорю, да, здравствуйте, администратор такая-то, такая-то, и она мне начинает вопрос в лоб, какой у вас ко мне вопрос? У меня, знаете, я прям в ступоре была, я говорю, какой вопрос, говорю, то есть вы читали, как мне сказал менеджер, вы читали мою претензию, в любом случае, вы как руководитель, который сейчас со стороной, которая на вас, скажем так, недовольна вашей работой, вы должны, ну, как я думаю, в любом случае уже администратор должен был просмотреть, прослушать все звонки, все заказы, все вопросы порешать, и сейчас со мной связывается руководство, для того, чтобы уже решить данный конфликт. Я говорю, ну, ладно, я ей объясняю опять ситуацию, она говорит, ну, и что вы хотите? Я говорю, она такая, вы хотите, чтобы мы отдали товар? Я говорю, нет, я хочу уже сейчас, после всего, девочки, честно, я даже вот, скорее отдайте мне мои денежки, и вообще идите вот лесом, потому что, фу, у меня вот такой негатив, но ни разу у меня такого не было, чтобы я была настолько недовольна вообще работой, какой, кого-либо, вот я могу вам честно сказать, за все мое время, у кого бы, что бы я не покупала, такого никогда не было. А на что мне говорит администратор? Пишите заявление, скачивайте с интернета, с нашего сайта заявление, заполняйте его от руки, сканируйте и отправляйте нам, и деньги вам будут перечисляться, к вам приедет курьер, заберет эти босоножки, которые вам не понравились, мы их, типа, там, они, если не действительно такие ужасные, мы их просто спишем и, там, грубо говоря, выбросим. У меня, знаете, такой был просто шокий, такая, так, окей, говорю, хорошо, выиграю мне как руководство, объясните, почему вообще ваша, вообще у вас там грубят при ответах на телефонные звонки, почему вообще вот такого качества приходит товар, на что мне отвечает их администратор? Знаете, это человеческий фактор, а по поводу грубили вам или нет, я прослушаю звонки и решим для себя, была ли грубость или нет. В этот момент, девочки, знаете, когда я спрашиваю руководство, да, как у этого менеджера, я спрашиваю ее, а почему не было никаких документов, почему пришло вот в таком вот виде, она просто отмалчивается. Я поняла, что вопросы вообще там какие-либо я стрешить уже не смогу, и единственная моя вот сейчас надежда для того, что просто хотя бы мне перечислили деньги, и я все это забыла как страшный сон, потому что, как вы видите, девочки, результат вообще вот этой вот купли-продажи, которую совершила через этот интернет-магазин, отразилась на мне вот как нельзя, потому что я такой человек, и я все перегоняю через себя. Отошли немножко, ну вот, значит, разговор наш был, знаете, так, в общем, ни о чем. Ложим трубки, через час мне звонит их менеджер, уточняет адрес, и говорит, вот буквально после завтра к вам придет курьер и заберет босоножки, чтобы нам их доставить, чтобы как бы когда к вам прийти, я говорю, ну, лучше, конечно, в первой половине дня, чтобы он пришел и забрал. Она говорит, ну ладно, мы им об этом скажем. У меня нет дома сканера, у меня нет дома принтера, чтобы я могла, знаете, там, отсканировать, распечатать и им отправить. Ну так вот, девочки, я знаю, что в других магазинах, когда я заказывала, то есть мне хватало того, что я просто могла в электронном виде им взять и отправить заявление, то есть заполняешь их в ордовском документе, и в ордовском документе отправляешь, то есть как бы без всяких вот этих, знаете, отсканировать, либо еще что-то. То есть всегда как бы перечисление денежных средств проходило все нормально, и не надо было на ничего не сканировать, ничего распечатывать, как бы, ну вот так вот. Достаточно максимально удобно и просто было. Здесь же нужно делать опять какие-то лишние телодвижения, опять нужно куда-то идти, опять что-то нужно как-то это. Я правда уже измочали на этой ситуации, девчонки. Простите, что я прям вся такая, как умирающий лебедь, но вот правда, девочки, я надеюсь, вы поймете меня, потому что каждый божий день у меня начинается с того, что либо я звоню в этот интернет-магазин, либо они мне могут позвонить, вот как вчера мне вечером позвонили, сказали, ну что там, курьер к вам пришел, он должен был уже у вас быть, он должен был у вас забрать. То есть само мне как-то вот это вот все уже настолько неприятно и некомфортно. И вот сейчас, девчонки, хочу вам сказать, то что я им уже отправила, не от сканированного формата, я просто скачала их заявление на возврат денежных средств, его заполнила просто как нужно, и им отправила. На все адреса, которые у меня есть, девочки, все отправила, курьера я жду, и сейчас вот в надежде того, что все-таки вот это все закончится, и мне вернут мои деньги, я правда все забуду, потому что, знаете, настолько неприятно от этого всего, настолько это некомфортно, потому что когда, ну не знаю, может быть это только у меня, либо у кого-то еще такое есть, когда у тебя есть какой-то негатив от чего-то, и вот он тянется, вот это, знаете, и ты уже с нетерпением идешь, когда это все прекратится. Вот, девочки, надеюсь, вам было полезно это видео, вы поддержите меня пальчиком вверх, и тот, кто совершает покупки через интернет-магазин, как я это делаю, будет чуть внимательней, и может быть кому-то мое видео будет полезно, я понимаю, что это тягомотина, которая может быть кому-то даже будет неинтересна, скажет, ой, занудила опять за это, но я это делаю серьезно, девочки, для того, чтобы те, кто совершают покупки, через интернет-магазин, чтобы они были просто повнимательнее, и, возможно, если кто-то хочет совершить покупки через этот интернет-магазин, и их привлекают скидки, чтобы просто были для себя внимательнее, потому что сейчас у меня уже в течение, вот, начиная с 16 февраля, у меня вот это вот тянется, 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 потянется, и уже конец, скоро конец марта, будет сегодня 18 число, и уже месяц я вот с этим вот совсем, и поэтому абсолютно не нравится, абсолютно неприятно, и, ну, вообще, как бы, один негатив, но, надеюсь, что это все закончится, надеюсь, денежки мне перечислят, надеюсь, что курьер заберет эти вонючие босоножки, вонючие они, потому что, девчонки, не потому что я к ним так отношусь, а потому что действительно у них запах, прям, даже, я не знаю, что там, они в этой же упаковке у меня сделаны, в какой они ко мне пришли, я запечатала, убрала, потому что, чтобы просто запах по квартире не шел, ну, вот, девочки, еще раз, я вам желаю удачного дня, хороших покупок, подписывайтесь, хороших покупок, подписывайтесь на мой канал, и простите, что я была в таком виде перед вами, потому что, ну, к сожалению, все, что навысыпалось, его просто невозможно спрятать, потому что это правда, очень сейчас все перебаривает, сейчас буду опять лечить кожу самостоятельно, наверное, буду снимать видео о том, как я буду лечить вот эти вот прыщики, которые у меня на нервной почве повылазили, чтобы если у кого-то тоже бывает такая ситуация, чтобы тоже мог как-то с этим справиться, будем бороться, в общем, с ними сейчас мы, ну, вот, девочки, желаю вам удачных покупок, хороших эмоций, весны, солнышко, не болейте, всего вам только самого хорошего, вас, с вами была Уша Ира, всех люблю, целую, всем, пока-пока!